друзья перед началом данного ролика я попрошу вас подписаться на мой сервер в дискорде ссылка на которую я оставлю в описании под видео пиарю его в связи с тем что возможно этот сервер в дискорде может закрыться из-за и на из-за того что там мало приносит сервер то есть мало кто сидит в нем то есть низкий актив низкая посещаемость сервер поэтому чтобы этот сервер никому не в идее попрошу подписаться зайти на мой сервер дискорде ссылка повторюсь в описании под видео всем привет с вами грегор эйджерд и добро пожаловать на мой новый ролик на камере на канале связи с тем что у меня нет идеи что снять с новой серии сюжетки называем гости из другой вселенной поезды не скоро я решил все таки снова зайти в майнкрафт и показать что я сделал в айсадовске ну и повторюсь так повторюсь также насчет группа айс про айсадовск вк также ссылочка на которые также будет в описании так вот сегодняшний ролик я посвящу одну из последних работ в айсадовске а именно парку имени василевского парк культуры и отдыха имени василевского располагается сзади за кинотеатром победа на партизанской улице проходы начинаются сзади и да идея создания парка за кинотеатром у меня было конечно очень давно но не доходили руки теперь а у меня вот телеграм чек но так что не не заходите не лезьте туда это просто у меня чек но так вот свежим изначально у меня была идея создать парк и еще после того как я сдал в эксплуатацию то есть завершил постройку кинотеатра победы также выделено вот была вот эта площадка добра покрыта и гладким скажу скажу антезизом да но я не знал что добавить планируется то ли фонтан долю памятник ну в общем я эту площадку снес а на ее вместе части цветы поэтому сказать парадная часть парка то есть главный вход самый главный вход располагается именно перед табличкой парк культуры и отдыха имени василевского ну тут скамейки тоже дальше дальше я добавил розовые кусты кусты сирени самая главная часть это вот именно вот здесь фонтан кстати вот с фонтана вышло смешно вот изначально фонтан должен был располагаться вот здесь вот где сейчас там шашлычная мангальная зона то есть шашлычная вместе с биотуалетами вот здесь тоже но потом я перенес ее за вот сюда в общем тут скамейки такая декоративная вставка из шерсти хотя я пытался сделать что-то наподобие мусорного урны с мусором и они не лей было добавлять люки поэтому летсбилд ребята специально для вас извиняюсь просто я еще не до конца вызрал поскольку много кашля остался дальше у нас идет беседка кстати вот образец беседки я сделал с интернета то есть взяла то что то что мне по ту версию которая беседку сфотки который понравился это образцом послужила беседка в парке айвазовского в крыму я могу сказать постарался повторить то же самое то есть колонны шпиль на крыше уже в общем тем не менее получилось то что если не сто процентов то как минимум я могу сказать на максималках сделал ты же нас очень скамейки сиденья стул стоит стоит футбол извините столы идем дальше дальше детская площадка спортивной площадки то есть все площадки для игры в баскетбол волейбол и футбол также рядом живым домом также были построена школа номер восемь если не подводит мою память кстати да вот по поводу по поводу школы вот вот что скажу это та же была школа что в в якулановске на городной улице в поселке внутри городском поселке город ватали кто-то наверняка помнят смотрел проекта якуланска или хотя бы проект новости якуланска так вот эта школа была раньше здесь в якулановске но это и та же ситуация история что из-за восьмой я не помню какой школы наверно шестой я тоже вытащил ее и перенес в айсатовск также добавил еще тут живое здание двухпарадное то есть то же самое что и это только оранжевое а не красное и также добавил автомат с газировками и небольшой открытый шуманский вот такой стадион небольшой для школа возвращаемся к парку тут у нас пока что то есть вот поставил деревья спортивная площадка вот она сказать мне особо нечего то есть обычный и вот принадлежности то есть ее места со штангами тренажер детская площадка вот кладкурка такая вот и дальше идет стандартный набор то есть горка поменьше я забыл как это называться то ли не знаю чтобы подтягиваться я забыл как это называться извините ребят забыл а вспомнил дурник вот это турники там тоже тут ходить почти утром и качели вот качели скамейки и два мусорных баков на том конце уже стоит летний кинотеатр и то есть тоже кинотеатр только под открытым небом вот тут у нас вот скамейки для сиденья для посетителей сама такая сцена и вот за этой картины находится гримерка вот маленькая гримерка подсорок маленькой но компактный шкаф так опять у меня телеграмм снова завелся не обращайте внимание я не стал добавлять туалет поскольку в чем большинство времени эта сцена будет простая да именно в зимнее время то есть и в то время когда на ней мероприятия не проводятся то бишь концерты и так далее там 5 10 дальше идет вот такой вот кафе называется теплый домик то есть я постарался раз как-то сделать и 9 дальше 2 оранжевого полоски и нет это не георгиевская лента просто такой дизайн дизайн это был кафе скажите что это похоже но не там не черный бетон а серый также это как летний тарас накрытая листьями дубовыми даже проход в летнюю террасу у нас сиденья из можно посидеть перекусить тут у нас проход для ну короче служебный вы проход для работников кафе то есть и по проходится и спрашивает всего спрашивают посетителей что они заказывают почти ресторан можно сказать ну сам за сама кухня правда плохо освещена к сожалению так надо ребят я как всегда решили как всегда вот во время съемки я беру и дорабатывают исправляю некоторые ошибки причем во время съемки я даже не знаю краснеть ли за этого или не краснеть вот как вы считаете вообще юмор в общем спартанский вариант кухня холодильник раковина две печки стол где вот у нас есть готовые блюда и кассы сама туалет ну типичный стандартный туалет две кабинки две раковины как говорится по стандарту и сиденье вот тоже ничего особенного дальше у нас идет беседка поменьше какого-то уже из акациевых досок мне кажется что эти две обезетки я сделал прям намного намного лучше что ли я никогда конечно не строю беседки но тем не менее вот с первого раза у меня вышло здорово тут у нас биотуалет по цвету понятно то есть голубое мужское и розовый женский шашлычная зона о которой я сказал ранее тут у нас такая вот ну типа тоже беседка только там уже посетитель шашлычной зоны манга гриль такой вот тропинка притоптанная лесной стиль короче говоря такую доски и говорят об этом тоже тем кто хочет знать это доски из темного дула ну и в качестве декора я добавил лианы чтобы немного взросло вот здесь ну и обычное сиденье дальше уже просто этот праг окружен деревьями и идея была можно сказать была ну почти на поверхности потому поскольку я планировал сделать что-то подобие сквера что и что-то наподобие лесопарка то есть то есть ее первая часть это должна быть должна располагаться именно в районе теплоэлектроцентральной номер один то есть вот здесь я пока же только деревья посадил это только уже после того как я закончу работу над парком и вся фишка в том что парк имени василевского входит в территорию вот этого лесопарка пока я не придумал название может быть лесопарк энергетиков или же лесопарк имени василевского ну пока я не придумал название то есть то что вот то что вот этот лес это уже лесопарк то что вот то что я показал вам это уже про какой-то дорогий отдых это ну окруженные деревьями ну что ж друзья на этом у меня пожалуй все понравилось этот видеоролик или нет решать вам с вами был грегори эджерд спасибо всем спасибо всем за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите идеи для новых роликов и также для проекта аэсадовской майнкрафте заходите также в описании под видео там же моя группа там находится моя группа века группа века про аэсадовской сервер дискорд и мой чат в телеграме там тоже много чего интересного спасибо всем за внимание и до встречи а